24 марта 1905 года к дому Самарской мещанки Марфы Петровны Горачёвой на Сокольничьей улице был подкинут ребенок, завернутый в лохмотья и в юбку. Ребенок был отправлен в приют подкидышей. Видела Сокольничья улица и не такое, видела и не поперхнулась, только плюнула три раза через плечо, да и пошла дальше. За городом, где пыльные окраины, где карусели ветхий балаган, забытый вальс сентиментальный выводит медленно орган. Улица Сокольничья позже поменяет свое название и превратится вначале в Шхабаловскую, а затем в Ленинскую. Но наш сегодняшний разговор не о том, что будет завтра и послезавтра, а о самом начале 20 века. Возвращаемся на сто с лишним лет назад и смотрим глаза в глаза улицы с красивым названием Сокольничья. Но вот за красивым названием скрывалось много разного. Так, однажды в дом номер 292 в Сокольничьей улице, принадлежащей некоему Касаткину, попросилась женщина с маленьким ребенком на руках. В доме в это время находилась одна только восьмилетняя девочка, которая не отказала матери в просьбе впустить ее с малышом погреться. Но вот только грелась неизвестная совсем недолго. Положив ребенка на кровать, она попросила девочку присмотреть за ним, а сама вышла во двор и скрылась. Подкинутому ребенку на вид было месяца три с половиной, не больше. Из слов девочки стало известно, что звали его Николаем, так как мать не раз обращалась к нему по этому имени, приговаривая, что ей все-таки придется с ним расстаться. На груди у младенца, осматривавшие его, нашли крестик, из чего заключили, что он был крещен. Подкидыша также отправили в приют подкинутых младенцев. А вот на углу Сокольничьей и Александровской улиц некогда находилась бокалейная лавка, не раз и не два попадавшая в хронику происшествий. Так, в начале марта 1901 года у находившегося в этой лавке крестьянина Ставропольского уезда Ивана Исповитова был похищен денежный ящик с семью рублями денег. Храните деньги в заберегательной кассе, милостивые государи и драгоценные государыни. В истинности этого призыва убедился крестьянин Исповитов, который шел в бокалейную лавку со своими деньгами, а возвращался из нее по той же самой дороге уже и без денег, и без надежды на поимку их неизвестного похитителя. А вот какая история произошла в этой же лавке в январе того же года. 27 января в 10 часов вечера здесь была обнаружена в бесчувственном состоянии торговка Хрусталева, которой неизвестно кем были нанесены три раны в голову. Потерпевшая была отправлена в губернскую земскую больницу для оказания ей медицинской помощи. Но, как сообщалось в уголовной хронике, несколько дней спустя жизнью все так же находилась в опасности. Еще одна история, в которой фигурировала и эта же бакалея. На днях на проходившего по Сокольничьей улице между торговой и ярмарочной мужчину писали газеты в 1902 году. Без всякой причины напали шесть человек-горчишников, которые начали бить его, пустив даже в дело гирьку. К счастью, ему удалось вырваться и скрыться в ближайшую бакалейную лавочку. Ну а мы между тем откроем Алексея Толстого и прочтем несколько страниц из его рассказа «Прогулка. Место действия Самара. Сокольничья улица». На Сокольничьей улице у керосинового фонаря Яков Иванович поднял трость и резко постучал в перекошенную дверь ветхого домика. Зашлепали туфли, загремел тяжелый крюк, и в щель высунулось испуганное помятое лицо. «Это я, Верка, осторожно сказал Яков Иванович». Тогда его впустили через низкие сени в небольшую комнату. Сняв картуз, Яков Иванович положил его на комод вместе с палкой, сел, расстегнул китель и тяжело вздохнул. В комнату вошла Верка, успевшая попудриться. На ней было всегдашнее красное платье и пуховый платок. Завернувшись в него, она обычно спала на диване. Но тут Верка села у овального столько напротив Якова Ивановича, припустила, а в лампе огонь и позевнула, закрывая рот ладонью. Яков Иванович надул щеки, придвинулся к Верке и взял в руки коробленные карты. Но масти он не различал, ходил наугад, его брала досада. И пока он так думал о своем, Верка сидела рядом и продолжала теребить рот пальцами. Ее нос лоснился, а в лампе трещал керосин. «Знаешь что?» – отложив карты, сказала Верка. «Дура я была, что с тобой связалась». «А что?» – спросил ее Яков Иванович. «Да так, нехорошо думается». Яков Иванович тоже отложил карты, придвинулся к Верке поближе, обнял ее и томно положил голову ей на плечо. Оставим героев Алексея Толстого и поговорим о красном петухе, разгуливавшем когда-то по Сокольничьей улице, не стесняясь и не оглядываясь. 20 июля 1902 года в 11 часов вечера загорелась сажа в трубе булочной самарского мещанина Портнова, помещавшаяся в доме Васильева на углу Сокольничьей и Алексеевской улиц. Пожар был быстро потушен, убыток незначительный. А уже 1 сентября утром произошел пожар в доме мещанина Суховского. При этом сгорел жилой деревянный дом и примыкающие к нему надворные постройки. Причиной пожара стала неосторожность. А вот убыток на этот раз составил полторы тысячи рублей, хотя застрахован дом был только на полтысячи. Между тем Яков Иванович тоскливо брел по Сокольничьей, где у ворот одного дома, припрыгивая, мальчишки принялись дразнить его. Яков Иванович поспешил был пройти мимо, но они запустили ему в спину песком. Тогда он поднял трость, и мальчишки разбежались. Дойдя до Веркина дома, он жалобно скосоротился и повернул назад. Но Верка высунулась по пояс в окошко и очень убедительно сказала, «Войдите, Яков Иванович, у меня и самовар горячий». Яков Иванович подумал, зашел, подал холодную руку и, сев возле столика, взял колоду карт. Он все искал нужное слово, а оно не подвертывалось. Рассмотрев, наконец, трифового короля, он сказал, «Хочешь, в дураки сыграем?» И боязливо поднял глаза, опасаясь увидеть на толстом лице подруги улыбку. Но Вера, подойдя сзади, тихо провела рукой по волосам Якова Ивановича. Он обернулся, обнял Верку и прижался лицом к ее животу. «Женился бы ты на мне, Яков Иванович!» Серьезно сказала Вера. «Что? Так ты измаешься?» «Ох, тошно мне, Вера!» Произнес Яков Иванович. «Скучно здесь, тошно!» А мы, меж тем, посмотрим на Сокольничью улицу совсем с другой стороны. Вот, например, задумали вы заняться делом, а тут как раз на углу Симбирской Сокольничьей, в доме номер 28, сдаются пекарня и лавка. Или, может быть, вы ищете квартиру? Пожалуйста, на Сокольничьей улице, в доме Шигаева, номер 67, между Понской и Перетеченской улицами, сдается нижний каменный этаж в четыре комнаты, с отдельной кухней, заново отделанной, с водой и частью паркетных полов. Но только поторопитесь, потому что уже 17 августа 1902 года в дом Шигаева переводится из дома Воронцова первое окружное Самаро-Уральское акцизное управление. А дом Шигаева, он хоть и большой, но и у него стены есть. А пока вы раздумываете над тем, не снять ли вам квартиру на Сокольничьей улице, мы скажем еще несколько слов о характере этой тихой и скромной, казалось бы, Самарской улочки, на которой было все. Горчишники и подкидыши, обворованные торковки и даже часть полов в доме Шигаева не было только мостовой, о чем ни раз и ни два писали самарские газеты. По Сокольничьей улице между Москательной и Заводской осуществляется постоянное движение ломовиков на станцию железной дороги, писал репортер одной из этих газет. Между тем, эта улица совершенно не замощена. В сухую погоду на ней стоит пыли больше четверти, а зато в ненастье непролазная грязь. Лошади тонут в этой грязи, и движение сильно затрудняется. Городской управе следовало бы замостить эту улицу хотя бы из сострадания к бедным животным. Вот такой была когда-то эта Самарская улица с ласковым названием и непростым характером. Улица, попавшая даже в рассказ вчерашнего самарца Алексея Толстого. Впрочем, все это было давным-давно. С тех пор улица преобразилась и дважды поменяла свое название. Кремит орган, наяривает трели, срывается на бурной плясовой, и все быстрей круженье карусели в однообразной пляске круговой. А с вами был Михаил Перепелкин.